Друзья, приветствую всех! Сегодня у нас в эфире журналист, медиа-менеджер, издатель Андрей Мальгин. Будем говорить о событиях, которые все обсуждают в лентах новостей. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Ну вот начну с того, что Украина уже несколько недель ждет решение Соединенных Штатов, наших западных партнеров, о помощи, военной помощи в том числе. И в последние дни, смотрю, что появилось еще много публикаций о том, что Путин с 22-го года предполагал там три варианта ядерного сценария. Если у него будут забирать Крым, если Украина будет побеждать на поле боя, если стороны НАТО нападут на него. И каждый раз, когда острая политическая ситуация или острая военная ситуация, опять возникают разговоры в разных западных изданиях о ядерном сценарии. Ну вот так вот какая-то, знаете, травма у западного мира. Мне кажется, что это просто, знаете, такой жупел, который машут постоянно перед очень нерешительными политиками. Ну, я думаю, да. Потому что, вообще говоря, вот этот сценарий ядерный, перехода войны в ядерную, мне кажется, он маловероятен, даже крайне маловероятен. Потому что, в общем-то, Путин, несмотря на то, что он совершенно, как Борис Ефимович Немцов в свое время сказал, чокнутый, да, мягко говоря, несмотря на это все-таки остатки какого-то разума все-таки сохранились. И он понимает, что если он начнет пустить события по этому руслу, то ему самому прежде всего и достанется. Ну, кроме того, я читал, что еще в самом начале вооруженного вторжения в Украину, что его сразу же предупредили западные политики, с которыми он еще в первые дни общался, то есть они с ним общались еще в первые дни, что ответом будет нанесение удара лично по нему. И я это читал много раз в серьезных изданиях, и я думаю, что они знали, что писали. Поэтому я думаю, что он испробует все варианты, но только не этот. Я думаю, тут вот эта некоторая трусливость некоторых лидеров, не будем называть по именам, но крупнейших держав, она необъяснима. Необъяснима. Смотрите, сейчас возвращается американская парламентария с каникулы, и буквально сегодня-завтра они должны принимать решение определенное. И спикер Палаты представителей Майк Джонсон, он говорит о том, что ему нужно две вещи. Он говорит, да, мы должны решить миграционный вопрос. Все там знают забор, так сказать, между Мексикой и Соединенными Штатами. И второй вопрос, я буквально вам процитирую. Мы должны получить необходимую информацию и ответы на вопрос о том, что является конечной целью в Украине, и как мы ответственно относимся к расходованию наших ресурсов. Что они имеют в виду? Потому что когда мы говорим о том, что основная цель Соединенных Штатов – это обеспечить победу все-таки демократического мира, чтобы он остался хедлайнером в этом мировом процессе, то, в принципе, мне кажется, это исчерпывающий ответ. Какого ответа хотел бы Джонсон? Ну, вообще-то говоря, я его понимаю. Потому что, поскольку он руководит некоторым коллективом, который принимает законы, и законы очень серьезные, то он хотел бы ясности в этих вопросах. К сожалению, мне кажется, нынешняя администрация США, в лице президента, вице-президента и далее вниз, они все-таки ясно не сформулировали свои цели, которых Соединенные Штаты хотят добиться вот в этом конкретном случае. То есть вот эти размытые формулировки о том, что мы будем поддерживать Украину, украинский народ героически, значит, мы преклоняемся перед героизмом украинского народа. Вот. Это все-таки достаточно размытые формулировки, хотя и ободряющие, конечно, Украину. Это понятно. Но было бы хорошо точно знать. Вот. Я просто пытаюсь поставить себя на его место. Вот выделены такие-то миллиарды. Вот такое-то предназначение. Вот такая-то номенклатура оружия. Вот такая-то номенклатура боеприпасов. Такая-то номенклатура чисто финансовой помощи для решения финансовых вопросов. Это, в принципе, это сформулировано. Но не хватает вот этого как бы в этой таблице крайнего правого столбца. Собственно, зачем? Потому что если преследуется, ну вот одна из целей, защитить украинское население от этих варварских, совершенно террористических атак, которые осуществляет Путин с помощью оружия массового поражения, если такая цель есть, во-первых, вы ее сформулируете, а во-вторых, вы четко изложите, что нужно для этого. Потому что если речь идет об одном или двух дополнительных комплексах Патриот, допустим, да, конечно, они дорогие и все такое, но этого недостаточно, чтобы достичь этой цели. Или если вы хотите поддержать украинское контрнаступление для того, чтобы Украина решила поставленные задачи, а именно выход на границы 91-го года, то, простите, номенклатура должна быть совершенно другой. И эту задачу нельзя решить без самолетов, например, без определенного количества бронетехники и так далее. То есть у них список того, что будет поставлено, и то, что уже поставлено, ну хорошо, он поддается проверке, пожалуйста, приезжайте, уважаемые американские инспекторы, проверяете все на месте, или, как там некоторые пропутинские сенаторы говорят, или они там все продали на сторону. Вот, ну пожалуйста, приезжайте, но этого недостаточно. Все-таки американская общественность и Конгресс должны, и пресса, они должны знать, чего можно добиться с помощью этого оружия. Пока что складывается впечатление, что можно добиться поддержания конфликта на одном ровном уровне. Вот, ну, мне так кажется, и об этом я тоже читал, ну, я ссылаюсь на американскую прессу, а ведь декларируются несколько другие цели, правда, в общем плане, но другие. Ну да, очень многие обозреватели, в том числе, например, Андрей Пянковский, если вот использовать вашу терминологию, говорят, что в крайнем правом столбце должна быть не фраза, а мы должны там расшатать режим Путина, а фраза Украина должна победить. И тогда вот именно из этого и будут исходить основные задачи. Я хочу немножко масштабировать эту историю. Смотрите, смены Штата сегодня находятся на растяжке. И очень серьезная. Ну, потому что и благодаря Путину, в том числе, увеличилось количество конфликтов. Очень серьезная сейчас ситуация в Израиле, очень серьезная. И не удалось, как говорили многие эксперты, за 2-3 недели купировать эту войну. Ну, по многим причинам не удалось. Серьезная ситуация на Тайване, серьезная ситуация между Северной и Южной Кореей. И можно этот список продолжать. И повсюду, где Соединенные Штаты являются военным партнером или просто партнером, повсюду это от них требует ресурса, требует усилий. И это вносит перед выборами такую нервозную достаточно обстановку. Вот на фоне всех этих опций мы слышим от некоторых республиканцев, и не только от них, что, дескать, почему мы хедлайнеры в НАТО, почему там столько денег тратим, вообще надо ли нам НАТО. Трамп, например, говорил именно это. И как вы считаете, Андрей, если вдруг, да, теоретически, скажем, победит Трамп, или кто-нибудь представитель какой-нибудь такой радикальной республиканской партии, потому что она неоднородна, там разные люди, может ли теоретически Соединенные Штаты выйти из НАТО, или поменять свою стратегию в НАТО, и тогда Европа окажется в очень тяжелом для себя положении, потому что с точки зрения военного фактора она не так подготовлена, как Америка. Ну, вы знаете, тут надо спрашивать скорее у американистов, да, во-первых, каковы шансы Трампа реальные, вот, ну, считается, что они высокие, но мы знаем, что предпринят очень серьезные действия для того, чтобы он даже не дошел до выборов, не то, что принял в них участие. Вот, вот они бы тогда, может быть, ответили на этот вопрос. А вообще я должен сказать, что с одной стороны российская пресса хватается за некоторые сообщения с международной арены, как буквально за соломинку, надеясь, что вот, о, вот тут вот мы-то и спасемся. С другой стороны, украинская пресса, мне кажется, ну, блогеры точно, я прессу не читал, но блогерам слушаю, они начинают посыпать голову пеплом раньше, чем это нужно сделать. И все пропало, вот такие настроения. Ну, вот вдруг пронеслась новость, ну, мне просто европейские дела несколько ближе, поэтому я сейчас про его расскажу. Вдруг пронеслась новость, что вот Орбан, который, ну, известен как большой союзник Путина и такая торпеда, которая торпедирует все начинания по поддержке Украины, что он якобы может возглавить Европейский совет вместо уходящего Шарля Мишеля. О, какое посыпание головы пеплом у украинских блогеров. Ну, это совершенно исключено, это совершенно исключено. А агентство ТАСС российское уже заранее торжествует. Ну, все, сейчас прекратится помощь Европы, потому что он возглавит Европейский совет. Ну, вы знаете, просто надо читать, ну, какие-то уставные документы. Ну, хорошо, он заранее предупредил этот Шарль Мишель, что он уходит, потому что будут выборы летом в Европарламент. Кстати, очень серьезные выборы, мы тоже это можем обсудить, что-то может измениться после выборов. Он хочет туда. И, по всей видимости, он даже метит на должность главы Европарламента. Но кто выбирает президента или председателя Европейского совета? Это выбирают главы государств, которые входят в Евросовет. Нужно ли для этого консенсус? Нет. Для этого нужно две трети. То есть две трети. Орбан может вывернуться наизнанку. Так же, как вот этот вот словацкий, как его, Фитц, не помню. Они могут что угодно сделать, но и голосов недостаточно. В принципе, то, что решит Германия, Франция, Италия, ну, такие основные государства, то и будет. Я вот, насколько я знаю, вот эти главы основных европейских государств рассматривают на эту должность итальянца Марио Драги, который, ну, в прошлом году Украина его наградила своим орденом за поддержку вот с первых дней войны. Он бывший премьер-министр. Так же, как и Шар Мишель, бывший премьер-министр. Чтобы назначили действующего премьер-министра, каковым является Орбан, это вообще неслыханное дело. Обычно это бывают бывшие премьер-министры. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это новость, которая не стоит выеденного яйца. А на ее основе строятся целые теории. Вот Европа с лета будущего года может прекратить помогать Украине. Да не прекратит. Чего ради? Кстати, в этом Европарламенте выборы, которые будут, конечно, возможно, какое-то изменение соотношения сил. Но я не вижу там ни в нынешнем, ни в будущем Европарламенте никакой фракции, которая заблокировала бы помощь Украине. Это невозможно. Там этого нет. Сейчас там христианские демократы. Они называются немножко по-другому. Эта фракция. Но это христианские демократы представляют из себя наиболее крупную фракцию. И по всем опросам ничего не изменится после этих выборов. Более мелкие фракции изменят свое соотношение. Вот говорят, что зеленые получат меньше. Или что, возможно, какие-то ультраправые получат больше, как, собственно, и в большинстве стран Европы. Но это все фракции, которые не делают погоду в Европарламенте. Да и сам Европарламент крайне ограничен в принятии решений. Он может теоретически заблокировать какое-то решение Евросоюза, Еврокомиссии. Но принять не блокирующее, а какое-то решение, скажем, о прекращении финансирования Украины, он даже по своему уставу не может. Все решает Еврокомиссия и именно решает не консенсусом. Вот они хотят сейчас провести реформы, и вот если Марио Драги придет к руководству Европарламента, он чуть ли не первое, что он поставит в повестку дня, убрать этот принцип консенсуса. Потому что когда обсуждается бюджет, вот здесь-то и нужен консенсус в Евросовете. И Орбан очень ловко этим пользуется. И блокирует все, что связано с Украиной. Все, абсолютно. Орбан же торгаш и все его чаяния и надежды связаны с деньгами. Тут две опции. Первая опция это то, что эта новость все-таки по Орбану буду защищать своих коллег-журналистов. Она все-таки стартовала из западных СМИ, она стартовала из Нью-Йорк Таймс, там об этом была колонка. А вторая опция состоит в том, что, конечно, маловероятно, что Орбан возглавит Совет, потому что он занимал всегда радикальные взгляды и он очень специфичный. Я не думаю, что он мог бы даже теоретически быть бы избран. Тут я с вами, конечно, соглашусь, не могу не согласиться. Но другое дело, другое дело, что Европа тоже должна, ну, не должна, Европа нам ничего не должна, да, Европа, хотелось бы, чтобы Европа сформулировала более четкую ту же позицию, так же, как мы только что обсуждали Соединенные Штаты по отношению к России, потому что мы видим, что санкции очень часто не работают. Мы видим массу серых зон, через которые идет продукция в России. Мы видим, что там есть все эти теневые флоты, которые везут нефть и многое-многое другое. То есть политика ценностей и политика интересов, да, они по-прежнему интересы побеждают. Несмотря на огромную такую кровавую войну. И поэтому тут я не согласился бы, потому что я думаю, что здесь конфликт не между политикой ценностей и конфликтом интересов. Я думаю, что в целом Европейский Союз, руководство Европейского Союза, но и отдельные государства в лице своих правительств, они свой выбор сделали. Это отнюдь не выбор в пользу России и интереса здесь совершенно ни при чем. Ну, за исключением, может быть, того же Орбана, да, они давно уже поставили крест на российском газе, уже прекрасно его заменили, российская нефть и все прочее. И вообще перспективы любого сотрудничества России, включая культурное сотрудничество, тоже можно это посудить, потому что это такой острый вопрос, который всякие там агентства ТАСС и прочее, значит, обмена русской культуры, ах, 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 Чайковский там и так далее. Вот. Так вот, мне кажется, выбор уже давно сделан. А почему эти европейские санкции не очень эффективны, я думаю, это объясняется в целом тем, что европейская бюрократия очень неповоротлива и малоэффективна. И она подвергается критике постоянно. Не только в связи с тем, что помощь Украине или запаздывает, или она недостаточна. И не потому, что Россия всегда находит лазейки. Нет. А потому, что именно она неэффективна. И, кстати говоря, если вы, вот, кстати, Марио Драги, я все за него ратую, если он придет на эту должность, то он прежде всего будет усиливать эффективность. Потому, что когда он стал премьер-министром Италии, он предшественник нынешнего премьер-министра Джорджа Мелони, первое, что он начал, он стал думать, как сделать правительство более эффективным. И когда он возглавил Европейский Центральный Банк в очень сложное время, как раз когда отчалило Великобританию из Евросоюза, на него упали огромные проблемы, и он их решал именно тем, что он увеличивал эффективность тех механизмов, которые были под его управлением. Вот дело в этом. И если Европа сможет справиться своей собственной неповоротливой бюрократией, тогда, конечно, подвижной, потому что российская власть, она гораздо более мобильная, подвижная, и им не нужны бесконечные согласования в парламенте, то, что там позвонят из администрации президента, даже не Путина, а какой-нибудь клерк из администрации президента, там, Володину, так они и проголосуют в тот же день. Поэтому там все проще, проще, там ручное управление, и не те огромные раздувшиеся институты, демократические, как считают европейцы, которые замедляют все, решение всех вопросов в Европе, не только этого. Но есть такое ощущение, Андрей, не знаю, есть ли оно у вас, что мы, кстати, часто на эту тему дискутируем с Дмитрием Быковым, он говорит, что добро победить гораздо сложнее, потому что у него в арсенале средств поменьше, добро пытается сохранять какие-то правила, исследовать им. А зло нет, зло очень мобильно, как раз в силу того, как раз то, о чем вы поговорите. Но не пора ли как-то вот с вашей точки зрения, как бы глупо и вульгарно это не звучало, не пора ли просыпаться и понимать, что прежние правила, которые такие милые, которые такие комфортные, которые были устроены после Второй мировой войны, они больше не работают. И когда идут дискуссии по поводу этих 300 миллиардов, Россия разрушила полстраны у нас, Россия стерла города с лица земли, а Европа, например, сейчас дискутирует, западный мир, нужно ли 300 замороженных миллиардов, можно ли давать Украине, может быть, нужно пройти все суды, может быть, нужно, чтобы прошло время, может быть, нужно соблюсти все процедуры и так далее. Насколько такая политика эффективна, понимаете? Ну, вот я уже сказал, что, на мой взгляд, она неэффективна совершенно, и не только в этом вопросе, но и во всех других. И Европу, если она сделает свои институты более эффективными, ждут довольно мрачные времена. Это касается экономики, это касается дипломатических, положений на дипломатическом фронте и так далее, и так далее. Это нужно сделать эффективным. Вот и все. То есть, нужно думать об общих механизмах управления и принятия решений. Что касается замороженных российских денег, то многие серьезные политики уже об этом говорят и действительно, но решают вот такие вопросы, особенно денежные, в Европе не принято решать политикам. Политики могут что-то предложить, потом включаются механизмы, которые очень-очень-очень долго проворачиваются и, но я не знаю с чем это сравнить. Вот смотрите, когда-то я был депутатом Моссовета, тогда было ну как бы до 93-го года, когда все эти местные советы после Пуча разогнали. Вот я в этот период 90-е, 93-е был депутатом Моссовета. Для того, чтобы принять решение городское, нужно было издать некоторые решения. Сначала Моссоветы сдать, потом это шло председателю, а потом уже мэру, когда появилась должность мэра. Для того, чтобы любое из этих решений прошло, Моссовета или мэра, на задней страничке надо было получить 40 согласований. 40. Если речь шла о каком-то, ну я не знаю, нежилом помещении, где должно было разместиться нечто городское, вот 40 ведомств должны были поставить свою подпись, то есть руководители этих ведомств, а перед этим в каждом из этих ведомств должно было быть обсуждено специалистами, они должны были своим руководителям разрешить поставить то же самое в Европе. Вот я просто занимался на очень низком уровне городском, но то же самое в Европе. Любое решение, тем более такое серьезное, касающееся миллиардов и движения этих миллиардов, которые точно будут оспариваться в судах, Россия обязательно будет оспаривать это в европейских судах, и они не могут не принять этот иск, то есть заранее нужно быть к этому готовы. Так вот, любое такое решение должно получить такое дикое количество согласований самых разных ведомств общеевропейских, да еще и в каждой стране, которая будет принимать решение это. Нет, это все завязнет, застрянет, и если будет принято, то это будет там, не знаю, через 20 лет. Поэтому это хорошая перспектива, это хороший выход из положения, эти деньги пустить на восстановление Украины, но мне кажется, бюрократия с этим не справится, европейская. Но, Андрей, политическое решение, потому называется политическим, что оно происходит в обход бюрократической машины. оно должно, если оно произошло в обход бюрократической машины, для того, чтобы оно было реализовано, все равно бюрократическая машина понадобится. Потому что любое политическое решение, это политическое решение. С этим решением вы не придете в суд, а потому что суд знает, что по законодательству к нему должна прийти такая-то, и такая-то, и такая-то структура европейская. Не политическая, насколько речь идет не в политике. Конечно, могут принять, вот сделают саммит Евросоюза, проголосуют, вдруг, значит, Орбан и этот Фицель, забывая, вылетайте в это. Да, даже вдруг они присоединятся к этому решению, решение будет принято, но это не значит, что на следующий день все будет разблокировано и отправлено на украинские счета, потому что будет продумываться механизм, как это сделать, как это сделать юридически, безупречно, не политически, а юридически. Поэтому я думаю, что на это в ближайшем обозримой перспективе рассчитывать не стоит, а вот рассчитывать на прямую финансовую поддержку со стороны Евросоюза, это возможно, это вот эти, те же самые деньги на восстановление Украины можно получить другими путями, можно в форме гарантий. Дело в том, что восстановление вот такой сильно разрушенной территории, это довольно выгодное дело для частного бизнеса, для банков, это довольно выгодно кредитовать такие дела, но должна быть гарантия. И вот если Европейский Союз такую гарантию даст, а это как раз политическое решение, которое не требует очень большого, большой проработки, то вот тогда те же самые суммы могут прийти в Украину для того, чтобы она восстанавливалась. Но сейчас-то у нас ведь другой период, сейчас мы не говорим о восстановлении, правда? А сейчас надо убеждать. А это конкретное оружие, которое должно быть произведено, а Европа очень мало производит, только сейчас военно-промышленный комплекс начал как-то знаете, расшевеливаться. Вот, и вот претензии, все претензии к нынешнему канцлеру Германии, насколько я понимаю, внутри Германии, и от левых, и от правых, заключается в том, что он очень медленно этот процесс запустил. Это очень выгодно Германии, кстати говоря, и для ВВП, и для занятости, и для очень многих вещей, для того, чтобы кратно возросло производство вооружений, нужно в общем-то усилия ну, как бы именно политически довольно серьезные. А это поможет экономике Германии, это не будет бременем для экономики Германии. То же самое пытаются в американском конгрессе объяснить вот этим нескольким упертым противникам поставки вооружений в Украину другие конгрессмены. Это выгодно, это деньги, которые останутся в Германии. Вот то оружие, которое придет в Украину, это деньги, которые останутся и в Германии, и в США, и которые поддержат экономику этих стран. Ну, Андрей, почему, собственно говоря, мы и сетую, потому что, смотрите, ой, зла, да, это условно, дурацкое выражение банальное очень, но тем не менее, она гораздо оборотистее. Смотрите, за два года Путину удалось выстроить эти логические цепочки там с Китаем, с Северной Кореей, с Ираном и так далее. И он получает оттуда оружие, и у него подписаны контракты, и вот Соединенные Штаты опубликовали много материала о том, что Украина в последнее время постоянно бомбится иранскими ракетами. А тут бесконечные дискуссии, надо давать Таурусу Германии, не надо давать, понимаете, и в это время гибнут люди, а в это время нас бомбят, а в это время происходит много других вещей. Я с вами хотела, вам еще хотелось задать вопрос, который я время от времени задаю вашим коллегам, потому что у этой сегодняшней империи зла есть же свои архитекторы. И мне кажется, что эти архитекторы это и есть люди, которых принято было в России считать демократами, начиная от ельцинской семьи, заканчивая всем этим окружением Собчака, которая потом стала основой путинской власти, все эти Чубайсы, Миллеры и прочие-прочие люди, которые, во-первых, семья Ельцина отдала ключи от власти КГБшнику. Прекрасно понимаю, кому они дают ключи от власти. Даже не в лице Путина, а в лице системы. Ну, а во-вторых, практически никто из этих людей, которые обещали, так сказать, небо в алмазах в 90-е годы, не осудил войну, не осудил режим Путина и с ним не боролся. Фактически, ну, вот в сухом остатке эти люди хотели только, ну, знаете, вот вульгарная схема обогатиться, хорошо жить, денег, и больше ничего они не хотели. Пример Явлинского, так сказать, очень яркий пример. А можно многих других вспоминать? Ну, смотрите, здесь все не так однозначно, не все не так просто. Значит, во-первых, я знаком с людьми, которых вы упомянули, да, кроме Явлинского. Я на эту тему тоже с ними со всеми говорил и относительно недавно. И я должен сказать, что вот вы говорите, прекрасно понимали, кого они привели. Ничего этого никто не понимал. Ну, как они же боролись с КГБ, не кричали, что это, так сказать, самая контора, которая принесла основную злу в России. Никто, ни с каким, КГБ не боролся. к сожалению, да. Я на днях посмотрел крайне меня возмутившее, да, интервью, которое Евгений Киселев взял на своем канале у Евгения Савастьянова, который, между прочим, генерал-майор ФСБ. Он возглавлял, московское управление, помнил. Но потом он был зампредседателем ФСБ, и он был заместителем руководителя администрации президента, курировавшим эти все вопросы. Вот, понимаете? И я должен вам сказать вот что. Никто не боролся с КГБ. И Савастьянов до сих пор говорит, что там были прекрасные люди, которые хотели работать, и это, он сформулировал так, и это не КГБ поставило Путина во главе страны путем всяких ухищрений, а не это Путин придя к власти постепенно дал ФСБ более широкие права, взял туда всех своих друзей, и фактически они получили власть, но не он получил от них, а они от него. Я могу вот что сказать, поскольку был некоторым участником тех событий, еще раз говорю, я еще раз разговаривал с непосредственно с людьми, которые принимали решение о том, чтобы Путин стал преемником. КГБ, с которым никто не боролся, его не считали серьезной силой, способной самостоятельно действовать. Вот они никто так не считали. Все окружение Ельцина не считало так. Сластиянов до сих пор продолжает это повторять, что КГБ, ФСБ, это только палка в руках каких-то злодеев. И нам надо со злодеями бороться, а не с этой палкой. А я считаю, что с палкой надо было в 91-м году с этого начать. Я прекрасно помню, когда сбрасывали этот памятник, они там сидели, запершись, из-за шторок выглядывали, знаете, на площади Лубянской. Немножко поджал хвосты, но не на душе. но очень быстро они обнаружили, что все в порядке, все хорошо. Савастьянов даже говорит, что он лично знал и знает офицеров, которые закладывали в Рязани так называемый сахар в кавычках. Он их лично знает, и это хорошие, порядочные люди. Ну, дали им такое задание. Ну, да, ну, наверное, все-таки в этот сахар подсыпали какой-то гексоген, потому что анализ-то показал, что там гексоген, но это подсыпали. А эти люди, о, я их знаю, они в 91-м году встали на сторону Белого дома. В 93-м году они отказались предавать Ельцина и так далее. Вот что он до сих пор продолжает говорить, будучи, ну, критиком Путина, он сам в эмиграции сейчас, между прочим. Вот. Но вот в том-то и беда, что никто в ельцинские годы не боролся с КГБ, не считали, что они способны на какую-то политическую работу, что они полностью подконтрольны, и пора уже забыть эти проблемы. А как же? Нам же нужно со шпионами это бороться. А с этими, с коммунистами всеми, с этими леваками, которые стремились во власть, голосуя или проиграешь, надо же как-то сделать, чтобы не проиграть. И вот давайте мы на подслужку поставим там, не знаю, Зюганова. Это же хорошее дело. Понимаете? То есть они сохранили вот этого монстра, который с большим удовольствием сожрал сейчас все. Даже в советские времена, при вот наших всех этих Брежневых, там Андроповых и так далее, даже тогда и при Хрущеве, и даже при Сталине, госбезопасность была под контролем партии. Она никогда не решала главные политические задачи в стране. Никогда. И как только пытались это сделать, Сталин, а позже там Хрущев и другие руководители, тут же меняли руководство КГБ, давали по губам, вот, давали в лоб и все возвращалось вот в то состояние, что КГБ было подконтрольно. Сейчас оно бесконтрольно. Власть в стране принадлежит госбезопасности, которая рулит во всех сферах, в экономике, теперь уже в культуру пробрались, им теперь все важно, понимаете? Они захватили все, вот эта война вся, она вся, как я считаю, это КГБшная война, это госбезопасность, которая выросла, выскочила, этот джинн выскочил из этой бутылки, в которой находился, обратно его уже не запихнешь. Вот в чем была беда, а не потому, что кто-то желал обогатиться. Нет, я в это не верю, никто там, кстати говоря, и не обогатился, но не обогатился, нет этого. Все это обогащение началось, когда Владимир Владимирович пришел и сделал коррупцию стержнем своего управленческого механизма, и деньги поднимаются наверх, от самого вообще участкового какого-то, и до самого президента, и они распределяются сверху, эти черные криминальные деньги, вниз, потому, потому, что все, что, например, с 14-го года и раньше происходило в Украине и в Крыму финансировалось черными деньгами, не бюджетными. Это все финансировалось вот той самой кровеносной коррупционной системой, которую создал Путин вместе со своими чекистами. Андрей, я так на это смотрю. Все, что вы говорите, это же не снимает ответственности с людей, о которых я говорю. Понимаете, так же не бывает, что, но это не важно, это была их глупость, это была их недальновидность, это была их профессиональная неготовность, это было их лицемерие и двуличие, или это можно перечислять дальше, не важно, что это было в совокупности, но все равно ответственность же лежит на этой команде. Эта команда имела договоренность с Путиным на один срок, и он сам это знал, и он собирался отсидеть этот срок, максимально, он очень любит денежки, максимально укрепиться, и пределом его мечтаний было председательство в Газпроме. Все. Но, вот, кстати, он поначалу и отказывался, не сразу он согласился стать преемником президента, но вкусил все это, понимаете, кроме того, вбил себе в голову, поскольку он чекист по образованию, по опыту своей работы, по складу своему, он еще вбил себе в голову, пока находился президентом, что весь мир против России, и надо все, как бы, как же, кто же без меня сумеет, никого нет, только я могу противостоять вот этому всему. Вот, еще и вот этот фактор, что, да, он действительно за Россию, да, но он считает, что никто не справится, и я представляю, как он бесился в этот, когда был срок Медведева, представляю, как он бесился, хотя все равно ручки власти оставались у него, хотя он был всего лишь премьер-министром, но он бесился. Параноик, он же параноик, и такие люди всегда бесятся, но все-таки рискну еще раз с вами не согласиться, смотрите, мы же прекрасно помним, как Санкт-Петербург привел Собчака, и мы прекрасно помним, как днем там Собчак говорил прекрасно с трибун вещи, а вечером происходило молниеносное сращение бандитского Петербурга в этих ночных ресторанах Санкт-Петербурга и его чиновника, в том числе и Путина, они прекрасно знали, как зарабатывать деньги, они мгновенно научились строить коррупционные схемы, и это делали, они не были бессеребрниками, не ходили в старых ботинках, понимаете? Путин ходил в старых ботинках, но он не был бессеребрником, да. Ну, это же нюанс, ну, может быть, он был жадный, может быть, у него не было кусок одежды. Конечно, принес с собой весь опыт взаимодействия, смыкания преступности. То есть, они начали с этого. Они начали с этого. Преступности и бизнеса. Да, а не с реформ. Они же почему-то не открыли, как в странах Балтии, допустим, список агентов КГБ. Это хороший вопрос, давайте обсудим. Да, они же этого не сделали, поэтому они прекрасно понимали, они были не идиотами, что они делают. Они начали с личного обогащения, они начали с укрепления Балтии. С личного обогащения. Команда, ну, назовем их так, команда демократов, либералов, которая пришла. Вот и все. Там были разные люди, понимаете? И вот такого обогащения, которое происходило при Путине, я вас уверяю, в 90-е годы не было. Было, потому что это было первоначальное накопление. Накопление капитала. Вы знаете, возникли еще внутри Ельцинской администрации такие, понимаете, фигуры, как Абрамович, Мамут, там, ну, не будем называть. Я знаю, что... Вся эта компания, да. Рассказывал мой однокурсник, а мы с Мамутом однокурсники вместе даже на военных сборах были, что когда он к нему пришел, он увидел, что они с Абрамовичем занимают узенькую комнатку на старой площади, где один стол, стул и стул для посетителей. И когда Абрамович должен был принять посетителя, Мамуту приходилось выходить и наоборот. Потому что они, вот этот маленький, значит, кусочек, они кем-то числились в администрации, кроме того, стали миллиардерами. Вот. Конечно, вот эти зерна роста для обогащения, они начались в те годы и в администрации того времени. Но это не было целью самой администрации. А при Путине, и произошло довольно быстро, целью деятельности вот уже всего этого аппарата было обогащение. Обогащение. Понимаете, там это были люди, которые пришли со стороны, используя свои должности, или Патанин, да, который был вице-премьером, они использовали свои должности для того, чтобы решать личный бизнес-проблемы. Я уж не говорю о Березовском, о Гусинском, которые откровенно давили и подкупали администрацию для того, чтобы решать свои проблемы. из-за связи инвеста, вы помните, пришлось Ельцину выгнать, вообще разогнать правительство реформаторов. А кто участвовал в разгоне? Чуфайс, Чуфайс. В этом участвовал НТВ. НТВ, которое потом, когда Путин пришел, само было разогнано, потому что Путин увидел в 90-е годы, как важно иметь телевидение, которое может ненужного олигарха обанкротить или посадить в тюрьму, телевидение может, или, наоборот, дать ему невероятное богатство в руки. Вот Путин это увидел. И хотя он воспользовался, он участвовал в этом заговоре, в котором участвовали НТВ и Первый канал Березовского, он воспользовался этим для того, чтобы их самих лишить этой власти. Поэтому, конечно, вы правы в том, что зерна, которые выросли в путинское время, были посажены в ельцинские годы, и на Ельцине лежит полная ответственность за то, что к Путину пришел, к власти пришел Путин, а страна при Путине превратилась в то, что превратилась, на Ельцине лежит эта ответственность. Но тут то, что вы считаете, что это ради обогащения делалось, вот с этим я не согласен. Это недальновидность и многое другое. Обогащение, вы знаете, это все на таком уровне. Я вот был членом комиссии по приемке имущества ЦК КПСС, меня музыкантский включил на второй день после Путча 1991 года. И эти все бумаги, целую, не знаю, тумбочку бумаг, я привез вам здесь, в архиве, может быть, книгу об этом напишу. Это как раз о том, на каком уровне шло вот это обогащение. ЦК КПСС имел санаторий, какую-то жалкую мебельную фабрику. Андрей Викторович, детские сады, вот и это они брали себе, квартирки, убогие, в этих кирпичных домах. Потому что еще не знали, какой может быть размах. Андрей Викторович, когда вы хотите представить эти времена как вегетарианские, я с вами не соглашусь, потому что достаточно только посмотреть, сколько людей было убито, отравлено, например, в Санкт-Петербурге, во времена, даже Салье и многие другие, во времена, когда они только начали обогащаться и только почувствовали запах крови. Поэтому я думаю, что этот инструментарий КГБшный, убить, отравить, устранить, дискредитировать, Путин понимал его, знал и использовал с самого начала. И делал он с молчаливо согласием всех тех людей, которые потом выросли в вице-премьеры, которые потом стали там, возглавили Газпромы и многое-многое другое. Слушайте, ну вот я в защиту Ельчна скажу уже последнее слово. Вот смотри, я был главным редактором и вообще журналистом довольно активным. Я хочу сказать, что вот за весь ельцинский период, с 90-го даже до 99-го, ни одно издание российское не получило ни одного указания из администрации президента. Я ни разу не был в администрации президента для того, чтобы получить какие-либо указания. И мне никто не звонил. А я был главным редактором довольно популярного издания. Никаких репрессий против журналистов, даже недовольство со стороны Ельцина в адрес каких-то журналистов не высказывалось. Понимаете? Это был период абсолютно свободной прессы. И это немедленно было закончено в момент, когда Путин стал президентом. Немедленно. Понимаете? Поэтому это особенно большой контраст он виден. Но не должен действительно офицер КГБ быть первым лицом в стране. Это правда. Такое было один раз, когда Андропова помните, как бы сделали генеральным скитарем на короткое время. Он помер быстро. Но он тоже не кадровый офицер. Он партийный руководитель, которого на какое-то время послали руководить госбезопасностью. А потом послали руководить политбюро. А потом он умер. А здесь человек, который со школьных лет мечтал быть сексотом, мечтал быть шпионом, стукачем, кем угодно. И это его детская мечта воплотилась в то, что его взяли в это вожделенное КГБ. И вот после этого рекомендовать его в президенты страны с такой с конституцией суперпрезидентской, где президент имеет необыкновенные огромные права, дала ему конституция 93-го года. Но это больше, чем ошибка. Это преступление, да. И это преступление подтверждено тем, что никто из членов семьи Ельцина за эти два года даже рот не открыл. Даже рот не открыл, чтобы осудить войну, чтобы осудить власть Путина и так далее. Все тихо сидят, как мышь под веником. Все эти Вали, Тани, Мани, Коли, не знаю, кто там они такие, понимаете. И это медицинский факт. Я уверена, что, ну не уверена, если вы захотите, это не последний наш разговор, но все-таки хочу в конце уже сегодняшнего диалога у вас спросить, какие сценарии вы как, ну все-таки вы человек с огромным опытом и политическим, в том числе и журналистским, какие сценарии вы видите для России в ближайшие годы? Я вижу только один самый пессимистический вариант. К сожалению, ничего оптимистического я на горизонте не вижу. Мне кажется, что Путин перешел все линии, до которых можно было еще что-то повернуть назад и как-то остановить это падение в пропасть. Я считаю, что Россия летит в пропасть, уже нельзя, ничто нельзя изменить, никак нельзя замедлить это падение, никак нельзя подстелить уже соломки какой-то и ну вот в своем нынешнем виде она, как мне кажется, просто перестанет существовать и мы еще на своем веку это увидим. Это не следующие поколения, то есть это наше поколение это увидит. Вот. Будет ли это территориальный развал или это будет организационный развал, когда ну как вот ну не знаю в год гражданской войны, когда было несколько центров власти и каждый из них так сказать какой-нибудь там в Сибири Колчак там а там значит Махно вот или что-то еще тут я не могу сказать да это надо к профессору Соловьеву обращаться более конкретно и прогнозирует но я уверен что нельзя ничего спасти и первая причина это Путин который перешел уже все границы за которыми можно было как-то повернуть назад и вторая причина это сам русский народ к сожалению я должен сказать что он настолько отравлен сейчас что никакого противоядия даже когда война закончится и будет провозглашено какое-то возвращение к демократическим нормам допустим хотя я в это не верю никакого противоядия нет и быть не может поэтому вторая причина это к сожалению мой народ который не уже его не вылечить мне так кажется спасибо большое спасибо Андрей ну я надеюсь что у нас у вас такое колоссальное количество информации и знаний о том как это все строилось или как сбивалась эта ужасная система что я думаю что мы могли бы вернуться с вами в 90-е и поговорить о том как это было я уверена что у вас инсайдов очень много ну давайте да поэтому продолжим спасибо большое до свидания до свидания до встречи до свидания до свидания до свидания до свидания